ШВ, которая просто разрывала лица, когда только появилась наша любимая колдушка. ШВ, которая в Мете была, ну как минимум лет так 300. ШВ, которую немножечко забыли банально на пару сезонов после того, как её нерфанули. Но в первом сезоне данная волына вернулась в обличии Мета среди Мет среди ШВ. Всем здарова, братва! Вы на канале LumumbaRumumba, с вами как всегда Владос. И сегодня у нас рубрика «Тестируем сборки киберспортсменов». Пушка, о которой я говорил в начале этого видеоролика, это М13. О, да! ШВ М13 сейчас снова на высоте и она прям сильно, сильно разрывает лица соперников. И я решил для вас найти интересную сборку от киберспортсменов, и я её нашёл. Соответственно, мы сегодня её и протестируем. Кстати, сама сборка будет от киберспортсмена, которую вы сейчас лицезрите на экране, ну и сборка там тоже уже как бы показана. Как вы сами поняли, вас впереди ждёт обалденный видос, поэтому рекомендую настоятельно приготовить что-нибудь повкуснее, взять свой любимый напиток, ну а мы будем потихонечку начинать. Теперь приступим к самой непосредственной сборке. Перед вами все модули, которые были установлены нашим киберспортсменам. И, пожалуй, начнём сразу же с первого ага. Первый модуль, который был установлен, это модуль ствол. Миниатюрный ствол RTC, который нам бустит ADS, добавляет скорость перемещения, скорость перемещения при прицеливании. Что касается нёрфов, которые даёт, то всё это вы видите в правом нижнем углу. На самом деле, очень спорная тема. Ни одного модуля нет, который в начальном этапе, я имею в виду, который даёт нам буст рейнджи, то есть дистанцию поражения. Ну да ладно, протестируем это всё на деле и посмотрим, как это будет работать. Следующий модуль под номером 2, это у нас модуль приклад, а точнее отсутствие его. И данная модификация даёт киберспортсмену время прицеливания. Опять же, ADS бустится, ещё добавляется скорость перемещения, а также Strafe, это скорость перемещения в режиме прицеливания. По нёрфам кучная стрельба, а импатч добавляется плюс 10%, то есть рывок при попадании и теряется немножечко контроль над вертикалочкой. Идём к третьему модулю. Третий модуль у нас это модуль PERC. Этот PERC, скажу сразу, нравится многим киберспортсменам. Это PERC отключения, который замедляет нам немножечко соперников, когда мы попадаем по ним. То есть при попадании в ноги, немножечко фигура соперника будет задерживаться якобы, и вы по ней будете успешно насыпать. В принципе, PERC для ШВ, я знаю, довольно-таки неплохой, и многие его юзают, поэтому имеет место быть. Но тот факт, что нету модуля, который добавляет дистанции, меня пока немножечко смущает. Посмотрим, как эта пушка будет работать хотя бы на средних. Возможно, я буду удивлён, а возможно, и нет. Четвёртый модуль. Четвёртый модуль это у нас лазер, дефолтная тема, тактический лазерный прицел ОВЦ, кучность стрельбы бустится на 9,2%, и добавляется ещё ADS SIG. При этом, видимый лазерный целеуказатель, это единственный минус данного модуля. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, дружище. Я сейчас буду говорить очень важную инфу, поэтому не переключайся и ни в коем случае не вырубай видосик. Дорогой друг, если тебе нужны на аккаунт цепишки по очень выгодной цене, если тебе нужны цепишки на аккаунте, заблокирован магазин с цепишками, если тебе нужен боевой пропуск на аккаунт, где опять же заблокирован магазин с цепишками, либо просто ты хочешь очень выгодно донатить, то я рекомендую тебе посетить магазин игровой валюты, который называется Lumumba Shop. Это мой личный магазин, где я лично занимаюсь начислением игровой валюты, отправлением боевых пропусков и, что немаловажно, созданием готовых индийских аккаунтов. Друг мой, если ты хочешь без головной боли, с уверенностью получить цепишки по выгодной цене, обращайся в Lumumba Shop, всё сделаем в лучшем виде. Ссылочку на мой телеграм-магазин вы можете найти в описании к этому видеоролику, там же вы можете почитать отзывы довольных покупателей. Господа, тратьте денежку с умом, не ведитесь на разводнички и также закупайтесь валюткой выгодно. Ну а мы возвращаемся к просмотру видеоролика. Мы подкрали к финальному пятому модулю и это у нас модуль Buy the Pass. Был установлен двухрядный магазин на 40 патронов калибра 300 LTC. Вот здесь уже у нас немножечко бустится дистанция на 20%, добавляется ёмкость в магазине плюс 10 патронов, а также уменьшается время перезарядки. При этом из негатива совсем чуть-чуть режется АДС на 10% и немного скорость перемещения. Что касается данного модуля, тут полностью согласен, хотя бы за счет него мы ренджу немножечко бустанем, то есть дистанцию поражения. А так, в остальном, сборка кажется очень подвижной, мне кажется, не будет катастрофически хватать дистанции поражения, но мы это всё, как говорится, проверим в бою. Что касается общих бафов, это всё вы видите в левом углу, и то, что касается нерфов, видите в правом углу красного цвета здесь все минусы, которые мы получили при установке данных модулей. Ну и, конечно же, куда мы пойдём без подробной таблички, где будет указан весь урон на всех дистанциях, а также полностью статистика оружия, которую вы можете найти в столбике слева. Ну а сейчас, друзья, мы отправляемся в катку и будем, как говорится, проверять эту пушку и сборку к ней боя. Погнали в катку. Ну что ж, проверим это всё дело на практике. В реальной каточке у нас командный бой, карта рейд, хинкальку сейчас закинем за шиворот соперником и берём пушечку в руки, и сейчас будем смотреть АДС. Ой-ой-ой, ну как же быстро залетает. Понятное дело, тут на другого надежды не было. Так-так-так. Но пока-пока от этой каточки я прям жёсткую не почувствовал, но могу сказать, что... Ой-ой-ой, сейчас-сейчас-сейчас. Бедро-бедро-бедро-бедро-бедро-бедро-бедро-бедро-бедро. Хорош, забрал. Забрал и выжил. Это самое важное. По поводу первого гела... Ой-ой-ой, всё-всё-всё, на респаун. Я понял. Как всегда, великолепная позиция мышки. Вам огромный привет за это. Вот. А если брать вот эту дистанцию поражения, на средней дистанции неплохо ТТК работает. Я думал, будет хуже. Думал, вообще ничего не будет убиваться. Ну, неплохо, но неплохо. Так, ищем соперников. Нужно же, как говорится, интенсивнее проверить это все дело. Так, возьмем позишнс. Дальничок какой-то проверить, позажимать по соперникам. Напротив, может быть, кто-то будет. Так, сейчас медушечку чекнем. На бедуе есть. Ой, хорош. Не-не-не, все, ошибся. Ошибся. ТТК здесь хороший. Средняя дистанция. Ой-ой-ой-ой, еще один перчик, мышоночек. Ты мой родной. Ай-яй-яй-яй-яй. Передаю привет всем крыскам. Если брать ТТКшку на средней. Ой-ой-ой, граната залетела. Хорош. Кто-то лезет в окно. Сейчас, секунду. Сюда. Ой, ТТК хороший. На средней просто невероятный. Как вот М13 умеет, так оно все есть. А ну дальняк. А ну дальняк. Не, ну запрятался за стеночку. Через стенку не очень хорошо бьет. Так, так. О-о-о. А, Хинкали добил все-таки. Хотелось было сделать красиво. Красиво практически получилось. Но только если б я не сдох. Если б я не сдох. Так, ищем еще вражин. Ой-ой-ой, хорош. Хорош, хорош, хорош. Два. Минус два. ТТК бомба. ТТК бомба. На самом деле, друзья мои, я хотел свою сборочку немножечко обновить. Знаете? Старую сборку на М13. И я понимаю, что эта сборка очень даже хороший претендент на замену. Меня уже она начинает полностью устраивать. И то, что мне не хватало там в плане теории, да? Ренжи, да? Дистанции поражения. Но это все компенсировалось. Видать, за счет вот этого магазина. Реально достаточно. Посмотрите. То есть наносится урон отлично. Пушка привязывается в плане автонаводки очень достойно. ТТК. Ну, то есть соперники отлетают, как пить дать. Тут даже... Ой, а ближние? Про ближние там вообще не может быть и речи. Если средние, дальние она вырабатывает, какие ближние? Она просто всех хавает. Просто хавает. Так, пустим дрончика. Пусть там почекает ситуацию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это просто грязище. Реально сборка мне зашла. Она уже у меня прям фаворитна. Я поначалу немножечко так... Не... Как сказать? Не распробовал, да, эту тему. Ой-ой-ой-ой. Уходим-уходим. Не распробовал данную сборочку. Но сейчас я понимаю, что это реально очень хороший. Очень хороший и достойный претендент на мою постоянную сборку на данный момент. На данный момент, в данном сезоне. Реально, я вам рекомендую, парни и девчули, кто смотрит данный видеоролик, потестируйте сборку однозначно. Мухтар, как же я люблю собак. Откусил бы тебе ухо за то, что ты сейчас сделал. Я, кстати, не могу дожидаться, когда уберут собак просто из сетевой игры. Но этого не случится. Ой-ой-ой. Ну, просто грязище. Просто попадаешь на среднюю дистанцию против М13. Все. Считай, отплыл. До свидания. Всего доброго, яркого настроения и не более того. Все. 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 Это победа. Это победа. Это, я думаю, MVP. Да, это MVP. Владосик занял MVP. Это хорошо. Не сильно стукшибательный результат. Нужно учитывать то, что эта сборка для меня новая. Я к ней не особо привык. Но могу сказать сразу, что она прям чудесная. В завершении этого видеоролика, быстренько подведу итог, могу сказать только одну. Это одна из немногих сборок, которые мне понравились. Это отличная сборка, которая классная по АДСу, которая хорошая по подвижности, по стрейфу, по ТТК, для работы на средних и даже дальних дистанциях, если захочется. Я обязательно рекомендую ее просто к применению. Больше здесь сказать нечего, потому что она просто превосходна. Братва, обязательно свое мнение оставьте по поводу данной пушки и данной сборки в комментариях под этим видеороликом. Ну а на сегодня у меня все. Я погнал для вас сделать еще больше крутого контента. С вами был Владос и канал LumumbaRumumba. Всех обнял, приподнял. До встречи в следующих видосах. Пока, братва. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok